Сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важным словом, которое в последнее время наполняет мое сердце. Каким-то таким образом, знаете, случилось, что когда я был в Сакраменто, то в церкви Дом Хлеба весь сентябрь шли проповеди, посвященные одной теме. Тема называлась «Сверхъестественная». И следовательно, я тоже должен был говорить на эту тему. Потом, когда я прилетел сюда, в Магнитогорске была конференция, которая каким-то совпадением, хотя я уже привык к таким совпадениям, у Бога очень красиво бывает, одно к одному, как пазлы. Так вот, тема была «Сверхъестественная культура». Тоже такая тема была на конференции. И вы знаете, когда я думал на эту тему, мне так пришлось размышлять на тему «Сверхъестественного», несмотря на то, что я за годы своего пастырства множество раз проповедовал о чудесах, об исцелениях, об освобождениях, я вдруг понял, что сегодня меня не устраивает просто взять какую-то старую проповедь и говорить о «Сверхъестественном». И я хотел бы с вами поделиться, наверное, важнейшими вещами, которые я вижу, что же такое для нас, для христиан, есть «Сверхъестественное». Я думаю, что не только я один, но многие из вас обратили внимание, что вообще такого слова в Библии нету. Ну, по крайней мере, в синодальном переводе слова «Сверхъестественное» нет. Однако, когда я некоторое время назад еще раз проверял в Библии, есть ли такое слово или нет, я наткнулся на одно место священного Писания, которое я словно увидел по-новому. И я прошу, давайте откроем вместе с вами книгу «Исход», 25 главу. Пока вы открываете, я прошу, братья, можете принести, пожалуйста, вот модель Ковчега Завета на сцену, потому что это место Писания так или иначе связано именно с Ковчегом Завета. И здесь идет рассказ о том, как Бог заповедовал Моисею сделать скиню. В скине было святилище, во святилище было святое святых, а во святом святых находился Ковчег Завета. Вот Ковчег Завета находился. И посмотрите, исход, 25 глава, 21 стих. «И положи крышку на Ковчег сверху, в Ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкою посреди двух херувимов, которые над Ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым». И видите, на крышке сверх, мы как раз говорим о сверхъестественном, над Ковчегом была сделана крышка, сам Ковчег был деревянный, обложенный золотом, крышка была сделана из чистого золота, и были два херувима, чеканные работы из золота, сделанные на крышке. И посмотрите, что Бог говорит Моисею. «Положи откровение, которое я дам тебе». Это 10 заповедей на каменной скрижале. Они должны быть внутри Ковчеги. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой». Так вот, когда я читал это местописание, я вдруг увидел здесь, что откровение в нашей жизни должно быть двойное, состоящее из двух основных частей. Первая часть, это я назвал так, естественное откровение, которое было внутри Ковчега в виде двух каменных скрижалей. Я, конечно, понимаю, что Моисей получил это откровение чудесным образом, но в дальнейшем эти каменные скрижали передавались от первосвященника к первосвященнику естественным путем. Дальше Бог говорит, это еще не все. Одно откровение естественное там внутри Ковчега, а другое сверх. Я буду открываться тебе над крышкой посреди двух херувимов. И вот это сверхъестественное личное откровение. Личное переживание Бога. Так вот, драгоценное, точно так же в нашей жизни нам необходимо это двойное откровение. Первое откровение, это естественное священное писание. Конечно, опять-таки мы понимаем, что люди, написавшие Слово Божье, точнее Господь через них написал это, они это получили чудесным образом. Но к нам Библия пришла естественным путем, правда же? Никто не молился так, Бог, дай мне откровение, вдруг так ба-бах, открываешь глаза, у тебя тут книга лежит. Думаешь, вау, как она тут взялась. Кто-нибудь такое переживал? Ни одной руки. Как мы получили Библию? Как? Кто-то купил, кому-то подарили, да? Правда же? То есть мы получили естественным путем Слово Божье, Священное Писание. Но помимо вот этого откровения естественного, которое мы получили, нам необходимо сверхъестественное, личное переживание Бога. Именно это отличает верующего человека просто от читателя Библии. Ведь немало даже известных читателей Библии, такие как Лео Токсиль, написавший забавную Библию, или там Зенон Коседовский, написавший такие забавные сказания евангелистов, они высмеивали Слово Божье. То есть у них это было, да, Библия у них была, но у них не было личного откровения, личного вот этого переживания Бога над крышкой ковчега. Так вот, драгоценные нам необходимы вот эти личные духовные переживания, личное духовное наполнение. Как же можно узнать, имеешь ли ты реально личные духовные переживания, или ты просто сам себе напридумывал? Потому что, я вам скажу честно, вот за эти 30 лет моего уверования я наблюдал и слышал столько разных мифических рассказов об откровениях, о видениях, вот очень много слышал, всяких вот этих сказок. Как же отличить настоящее духовное переживание от наших человеческих фантазий? Очень просто. Настоящее сверхъестественное духовное переживание всегда проявляются в сверхъестественных вещах. Когда мы говорим с вами о сверхъестественных вещах, что же это такое? Может быть, это чудеса, может быть, это исцеление. Вы знаете, что я верю в чудеса. Мы верим в исцеление. Для меня огромной радостью было, когда вот мы говорили, Александр, можно тебя буквально на минуту с Александром? Помните, мы молились, поднимись, брат, дайте микрофон, пожалуйста. Мы молились за Александра на Пасху. Помните, он сейчас борется с болезнью, да, у него даже... Он когда приехал, говорит, Александр, а где у тебя шишки? Где они, куда они девались, а? Прошло. Расскажи, одну минуту хотя бы, расскажи. Что врачи говорят? Ну, я немножечко еще это просто засвидетельствую, что у меня было и произошло. Ну, в принципе, все уже об этом знают. И на Пасху, когда за меня молились, вот с этой молитвой стало у меня улучшение. И у нас было 25 мая, день рождения церкви, постараюсь, ты, Виктор, приезжал. И я себя чувствовал намного лучше. И вот шишка, которая у меня была на височной части, она стала уменьшаться. За меня еще молились. И я хочу просто сказать большое спасибо каждому из вас, кто молился за меня, за ячейки. Ваши молитвы очень поддерживают. И в июне месяце у меня шишка полностью рассосалась, прошла. Я проходил обследование КТ и флюорографию. И показали, что врачи говорят, когда это все стабильно, то есть метастазы не разрастаются, просто стоят на одном месте. Это уже хорошо. А у меня показали, обследование показало, что метастазы становятся меньше. То есть это улучшение. И вот сейчас я продолжаю курс интерфероном. И вот в октябре будет следующий прием обследования. Там уже вот что скажут. Я просто благодарен Богу за то, что Он это делает в моей жизни. Слава Богу. Аминь. Давай, прежде чем Александр уйдет со сцены, протянем руки еще и помолимся. Господь, мы молимся за полное восстановление Его, Боже. Полностью восстанови, Господь. Пускай всякие метастазы уйдут, всякие, Господь, проблемы уйдут. Мы молимся полное исцеление, выздоровление и работа всех систем Его организма во имя Иисуса Христа. Все это скажут. Аминь. Спасибо большое, Саша. Благослови Господь тебя. Аминь. Я специально пригласил Александра, чтобы показать, мы верим в божественное исцеление, мы молились всегда, и мы будем молиться за исцеление. Мы переживаем немало чудес в нашей жизни, потому что наш Господь великий Бог. Аминь. Но, драгоценную, поймите, тут одну вещь я хотел бы вам показать. Сверхъестественное, оно не всегда говорит о сверхъестественном общении с Богом. Не всегда. Почему? Помните, Моисей делал чудеса в Египте? Волхвы тоже делали чудеса. Помните, да? Волхвы, да? Сегодня иногда люди из Библии читают, там на полу извиваются, называется экзорцизм, служение освобождения. Я думаю, вы видели в Ютубе ролики, когда мула читает Коран, и тоже так же извиваются люди. Можем ли мы по сверхъестественным проявлениям, по исцелениям чудесам говорить об общении с Богом? Да нет, не можем. Вот если бы, предположим, прямо здесь, на сцене, вдруг оказался Мартин Лютер. Оказался бы здесь Мартин Лютер прямиком из 16 века, к нам, сюда. И вот кто-нибудь из вас подошел бы к стене, нажал бы на выключатель, и это помещение бы озарилось светом. Как вы думаете, Мартин Лютер бы это воспринял? Как чудо! Конечно же, как чудо. В его время электричества не было. Но кто-нибудь из вас, когда дома включает свет, падает на колени и благодарит Бога за чудеса? Нет, мы так не делаем. Почему? Для нас это естественно. Для нас это просто электричество, да? Точно так же драгоценно. Я абсолютно убежден, что многое из того, что мы сегодня считаем за какие-то там чудеса, необычные проявления, это часто, знаете, вот мы так бы наугад во тьме нажимаем на какие-то выключатели, и это происходит. Я думаю, в дальнейшем многие вещи наука откроет, понимаете? Поэтому слава Богу за исцеление, слава Богу за какие-то божественные знамения. Мы верим в исцеление как проявление милости нашего Господа. Но, видя Священное Писание, читая Священное Писание, мы не можем сказать, что сверхъестественное проявление свидетельствует о сверхъестественном общении с Господом. Я имею в виду проявление в виде исцеления, там каких-то знамений или освобождений. Потому что сам Иисус сказал, что придут ко мне люди, которые скажут, не твоим ли именем? Помните, мы пророчествовали, чудеса творили. И что он скажет? Отойдите от меня, я никогда не знал вас. То есть исцеление и всевозможные знамения не свидетельствуют об этом сверхъестественном общении с Господом над крышкой ковчега. Что же это за сверхъестественные проявления, которые говорят именно об этом сверхъестественном общении с Господом? Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. Сегодня уже Сергей ее упоминал. Вот в последнее время для меня эта глава как бы по-новому открылась. Я хотел бы прочитать с 4 стиха этой главы. Смотрите, Иисус говорит своим ученикам, «Прибудьте во мне, и я в вас». Вот это сверхъестественное взаимоотношение, вот эта удивительная интеграция. Слава Богу за Библию, за Священное Писание. Нам необходимо эти каменные скрижали внутри. Но нам необходимо драгоценный что-то еще сверх над крышкой ковчега. Когда ты вот это переживаешь, не просто ты читаешь об этом, а переживаешь вот свое слияние со Христом. Ты в нем, он в тебе. То, о чем Павел говорит, соединяющийся с Господом, есть один дух с Богом, да? «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода, сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». На самом деле мы можем без Него очень много чего делать. И за две тысячи лет христианской истории Церковь много чего делала, неугодного, без Него. Но здесь Иисус говорит о чем-то другом, о неком плоде, который вырастает от взаимоотношения лозы и ветки. То есть от этого слияния, внутреннего слияния человека из Бога, и Бога всегда вырастает определенный плод. И если это не чудеса, не исцеление, что же это за плод такой сверхъестественный, а? Восьмой стих этой же главы. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». То есть видите, именно этот плод, как ничто иное прославляет Бога. Именно Он. «И будете моими учениками, как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей». И видите, Христос показывает сверхъестественный плод, сверхъестественного соединения с Богом – это любовь. Когда говоришь об этом, возникают вопросы. Послушай, пастор, а что такого особенного, сверхъестественного в этой любви? Вы знаете, сейчас сентябрь месяц. Каждый сентябрь есть определенные события, которые я вспоминаю. Каждый год, каждый сентябрь. И одно из этих событий связано с знаменитым польским врачом, писателем и педагогом Янушем Корчиком. Можно фотографию его показать? Вы знаете, это знаменитый человек, написавший немало книг. Я думаю, кому-то в детстве, как и мне тоже читали про короля Матеуша I, вот эту знаменитую сказку. Он в свое время, хотя бы был очень известным врачом, он оставил эту медицину, медицинскую практику и полностью посвятил себя детям. В Варшаве он основал дом сирот, куда собрал еврейских детей, у которых не было родителей. И вот он занимался, он сочинял для них сказки, он выдумывал программы. Его высказывания, я сам в конце 80-х, когда поступил в педагогический университет, я помню, мы изучали Януша Корчика, и вот его знаменитые фразы «Нет детей, есть люди», знаменитые его слова. При этом, знаете, очень интересно, что Януш Корчик был не просто великим педагогом, написавшим эти книги, там, «Как любить ребенка», он был очень близким с Богом человеком. и у него есть такая книга, которая называется «Наедине с Богом», где он, эта книга составлена из 18 молитв. Он назвал так, «18 молитв для тех, кто не молится». И вот в этой книге, как и во многих других, он показал вот эту настоящую веру, настоящее единение с Господом. В то время, я думаю, вы понимаете, это первая половина 20-го века, очень были популярны коммунистические идеи, коммунистические теории. Так вот, Януш Корчик так однажды сказал о коммунизме, «Я уважаю эту идею, но это как чистая дождевая вода. Когда она проливается на землю, то загрязняется». Он говорил, что вот при революциях выигрывают ловкие и хитрые, тогда как наивные и легковерные как всегда остаются ни с чем. Он говорил, да, это хорошая идея, но она загрязняется, когда она начинается воплощаться в конкретных исторических событиях. А Слово Божье, он подчеркивал, это как раз та вода, которая остается чистой, потому что в этом есть нечто божественное в Слове Божьем. То есть это был глубоко верующий человек. И когда в 1940 году фашисты оккупировали Польшу, ту часть, где находился Януш Корчик, они взяли этих детей из его дома-сирот, еврейских детей, и перевели в Варшавское гетто. Януш Корчик был настолько знаменит, что ему сказали, что не надо ему ехать с этими детьми, что он воспринял с негодованием, потому что он не мог понять, как он может бросить в беде 200 своих детей, 200 сирот. И он отправился с ними в Варшавское гетто. Находился там с ними все время. Его несколько раз пытались вытащить из Варшавского гетто, делали разные документы. Он отвергал все попытки. Пока, наконец, этих детей погрузили в товарные вагоны и уже из Варшавского гетто в концлагерь отправили. Тремлинку. Опять у Корчика была возможность остаться в Польше. Но он отправился вместе со своими детьми. И именно 7 сентября 1942 года его детей повели в газовую камеру. Опять ему было последнее предложение оставить в концлагере и отправиться писать свои книги. Но Януш Корчик по словам свидетелей взял своих детей за руки и вместе с ними шел туда в газовую камеру. Это даже привело в недоумение охранников немцев, которые рассказывали потом, что до последней минуты он обнимал их там в газовой камере. И до последней минуты он рассказывал им сказки, чтобы у них было меньше страха, чтобы поддержать их вот в эти последние тяжелые минуты. Вы знаете, когда я смотрю на это, когда я думаю об этом, этого нет в нашей естественной человеческой природе, потому что в нашей естественной человеческой природе заложен инстинкт самосохранения. наша естественная природа говорит, какой смысл в этом, зачем умирать. Ты можешь освободить себя, спастись и помогать другим детям. Этим-то ты уже никак помочь не сможешь. Так хотя бы другим детям. И это было бы естественно, и никто бы из нас его не осудил за это решение. Но когда я смотрю на этого человека, я вижу в нем что-то необычное, удивительное, сверхъестественное. Что-то, что приходит здесь, над крышкой у ковчега, когда человек делает совершенно нелогичные часто, неестественные вещи, только потому, что им руководит любовь. Это и есть та любовь, нелогичная, порой несуразная, порой глупая она окажется. Но это любовь не от этого мира. Сверхъестественная. Сверхъестественная любовь. В сентябре я вспоминаю еще одно событие. Знаете, вот вот в этой же 15 главе, давайте прочитаем 12 стих. Сияй, заповедь моя, говорит Иисус, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот он плод, сверхъестественный плод от сверхъестественных общений со Христом, когда он в тебе, а ты в нем. Заповедь, да любите друг друга, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот оно, проявление любви, полагать свою жизнь за других. Именно это я вижу в Януше Корчике. Другое событие, произошедшее в сентябре, 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке произошел этот ужасный теракт, и за ним наблюдал весь мир. Я помню, спустя какое-то время, уже после этого теракта, мы с одним пастором были на конференции, и сидели в гостиничном номере, смотрели документальный фильм. Документальный фильм, такую реконструкцию, где, конечно же, играли актеры, но весь этот документальный фильм был построен на свидетельствах выживших людей. Вы помните, там были две башни в Нью-Йорке, башни-близнецы, и одна из них практически сразу обрушилась, а вторая еще какое-то время стояла. Самолет попал в нее, и там уже не работали, там лифты не работали, но башня какое-то время стояла, и люди старались спастись, сбегали по лестницам, чтобы выбежать из этой башни. И вот там было показано, как двое молодых парней бегут по этой лестнице, торопятся, идет счет на минуты, и тут им попадается какая-то пожилая пара, там даже, по-моему, кто-то из них ранен был, которые кое-как хвыляют вниз, и сразу понятно, что без помощи им не спуститься. И тогда один из этих парней останавливается и говорит, подожди, мы должны помочь им тоже спуститься. На что второй возражает, ты что, да мы сами-то можем погибнуть, у нас нет времени кому-то помогать. И он побежал дальше вниз, а первый стал помогать от второй паре спуститься. И вот когда приятель, второй приятель сбежал, то буквально через короткое время эта башня обрушилась. И под руинами остался и его друг, и пожилая пара, и много еще других людей. В этот момент пастор, который сидел рядом со мной, сказал фразу, какая глупая смерть. Я не осуждаю этого пастора, поймите, потому что то, что он говорил, в этом нет ничего плохого, но это просто обычно, естественно, спасать себя. Ну, если получится, еще кого-нибудь, ну, не получится, главное, себя спаси. Это нормально, это естественно, это не осуждается. Но христианство, ведь оно тем и отличается, что в христианстве есть что-то сверхъестественное. Сверхъестественное. Вот эта вот любовь, о которой здесь и говорит, Иисус, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я не могу назвать это смерть глупой, хотя, да, она не привела к желаемому результату, но вот как в том классическом фильме «Пролетая над гнездом кукушки», где вот герой Джека Николсона пытался на спор поднять эту тумбу гранитную и не смог, и над ним там все стали смеяться, он ответил, «Но я хотя бы попытался». Так вот это вот «хотя бы попытаться как-то помочь», я не вижу в этом глупости, когда человек хотя бы попытался кому-то помочь. Я вижу в этом другое, я вижу в этом характер Иисуса Христа. И третье событие, думаю, вы уже поняли, в последнее воскресенье сентября 1989 года я впервые оказался на служении в Евангельской церкви, где я услышал благую весть, покаялся и принял Иисуса Христа в свое сердце. Ровно 30 лет назад это произошло. И вы знаете, мне подарили сразу Новый Завет, и я очень интересно начал его читать не сначала, а вот именно с Евангелия Иоанна, с апостола любви, да? Я признаюсь честно, меня не слишком поразили истории о чудесах, которые совершал Иисус. Вы помните вторую половину 80-х годов? Кто у нас только не совершал чудеса? Кашпировский там совершал чудеса у нас, помните, да? Там все люди мотали головами, там махали руками, там кто-то на полу лежал, да? И это у нас регулярно показывали, помните, да? Чумак там заряжал воду там перед экранами, и бабушки ставили там банки, что их там не видно за этими банками было. Джуна там тоже все ходила, какие-то все, исцеления совершал, помните, да? Поэтому, когда я читал о чудесах Иисуса, ну, как-то вот на меня, 17-летнего парня, ну, не произвело это великого впечатления. Но когда я дошел до глав, которые рассказывали о том, что Иисус Христос пошел на смерть, когда я читал о том, как в Гефсимании его капли пота были, как кровь, и когда он молился, Господи, да минует меня чаша сия. И это ведь совершенно естественно, когда человек не хочет смерти, тем более такой ужасной, такой мучительной. Все мы понимаем его молитву. Кто из нас может осудить Иисуса Христа там, в Гефсимании? Это совершенно естественно. Инстинкт самосохранения, стремление избежать боли, избежать проблем, избежать унижения. Это заложено в каждом из нас, естественно, в нашей человеческой природе. Но когда он начал молиться, впрочем, не моя воля будет, но твоя, вот тут уже что-то сверхъестественное в нем. Потому что он имел, не просто там знал Танах, Ветхий Завет там, он имел живое отношение с Небесным Отцом, вот эту сверхъестественную связь. Именно это дало ему такую фантастическую любовь положить свою жизнь для спасения всего мира. И поэтому, когда я думаю об Иисусе Христе, то я вижу вот его характер в таких людях, как тот парень, который сбегал по этой лестнице и погиб, пытаясь помочь пожилой паре. Я вижу характер Иисуса Христа в Януше Корчике, который до последних мгновений своей жизни был с детьми, полагая жизнь свою ради того, чтобы хоть как-то облегчить их последние страдания там, в газовой камере. Я знаю немало известнейших проповедников и служителей, я вам честно скажу, я не так-то сильно хочу походить на них. Я видел немало служителей, которые совершали разные исцеления, ну не пленяет меня как-то их жизни. Но когда я читаю каждый раз о Януше Корчике, его биографию, это каждый раз меня пронзает вот где-то внутри, потому что я в нем чувствую Дух Христа. Когда я смотрел ту историю вот этого документального фильма, я точно так же там видел вот этот Дух, Дух Христа. То, что я читал в этом Евангелии об этой любви, когда Он на Голговском кресте говорил, Отче, прости им, потому что не ведут, что творят. Хотя естественно было разгневаться, и кто бы Его осудил за этот гнев? Ведь ничего, кроме добра и блага, Он людям не приносил. И когда эти люди, которых Он еще вчера исцелял, вчера их кормил чудесным образом хлебами, сегодня смеялись и кричали, других спасал, спаси себя и уверуем в Тебя. Казалось бы, ну вот, нужно громые молнии с небес, и они бы это заслужили. Естественно, да, око за око, зуб за зуб, это естественно, это Ветхий Завет. Но для того и пришел Иисус, чтобы показать нам что-то над этим, сверхъестественное. Когда ты благословляешь того, кто тебя проклинает, когда ты молишься за того, кто тебе причиняет зло, это разве естественно? Нет. Это сверхъестественно. Естественно, это когда вот мы читаем Конфуция, да, Конфуция написала, если ты воздаешь добром на зло, то чем ты воздашь на добро? Вот это вот такое философствование, что типа не надо добром на зло, тем развращаешь людей. Естественно, да, злом на зло, добром на добро, естественно, да. Но Евангелие, оно открывает нам что-то сверх. То, что нету в нашей человеческой природе. Но, как говорит апостол Павел, римлянам 5 глава, 5 стих, изливается в сердца наши Духом Святым, дарованным нам. И вот это вот изливается и наполняет нас. Я еще раз это прочитаю. 15 глава, 12 стих. Сияй заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Вот вы знаете, что для меня, наверное, одно из величайших, сверхъестественных проявлений в жизни христианина. Это превращение из раба в друга. Раб исполняет слепо указания своего господина. Ему господин говорит иди, идет, делай, делает. Друг тоже может идти и тоже делать, но это отличается. У друзей есть удивительная внутренняя связь. Друг это делает не слепо, потому что приказали, а с неким ощущением, пониманием у друзей сердца бьются в такт. Так вот, драгоценное, что Бог хочет сделать из рабов друзей. Как это происходит? Да только через сверхъестественное соединение и слияние с Ним. То, что мы можем видеть у Януша Корчика, то, что мы можем видеть у многих людей, которые шли путем Иисуса Христа. Вот именно такому я и хочу подражать. И в 16 стихе, смотрите, Иисус продолжает. Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам сие, заповедую вам, да любите друг друга. Очень много говорят в церквах об избрании, какое у нас избрание. Меня часто спрашивают, пастор, у вас какое призвание у вашей церкви? Как будто у какой-то церкви должно быть совершенно конкретное, какое-то особенное, не похожее ни на кого призвание. Ну, люди в это верят, и Господи, Бог с ними. Но Мое призвание и призвание нашей церкви, если вас кого-то, кто-то спросит, а у вашей церкви, вот у новой жизни, в Екатеринбурге, для чего, вот какое у вас призвание? Вот оно какое. Бог нас избрал, Бог нас поставил, чтобы мы шли и приносили плод. И не просто в начале нашей христианской жизни, когда мы, ой-ой, как влюблены, первая любовь, но чтобы плод наш, как написано, пребывал. И через 10 лет твоего уверования, чтобы плод пребывал. И через 20 лет, чтобы плод пребывал. Я уже 30 лет, как уверующий, плод пребывает. Про 40 не знаю, но буду стараться. Чтобы плод пребывал. Плод пребывал. Сие, дальше он говорит, заповедую вам, да любите друг друга. Вот для чего мы избраны. Для любви. Как люди узнают, что мы ученики Иисуса Христа? Если у нас будет любовь здесь, и она будет настоящая, никак иначе, не по чудесам, не по исцелениям, мы за это молимся, и мы в это верим, но это не является этим знаком, плодом. Плод только один, сверхъестественный. Это любовь. Может кто-то спросит пастора, когда ты переживал последний раз это? Да знаете, я не так давно переживал. Я помню, Диану всего неделю не видел. Сижу там в гостинице в Сакраменто, вот нахожусь, и вот мне прислала, дочь прислала фотографии, она сделала фотографии, фотосессию Дианину, и вот я смотрю ее фотографии, смотрю на ее, и вдруг чувствую, как я ее сильно люблю. У меня прям слезы из глаз. Думаю, как я тебя люблю сильно. Я понимаю, кто-то скажет, пастор, что тут сверхъестественного? Люди все время влюбляются, разлюбляются. Я согласен, это естественно, влюбляться, разлюбляться. Если кто-то влюбился, в этом порой ничего нет. Но когда после 28 лет супружеской жизни ты смотришь на фотографию своей жены, не видя ее неделю, и плачешь, я тебе скажу, это сверхъестественно. Это сверхъестественное? Как? И скажите мне, сестры, что никто из вас, что вы не хотите, чтобы вас так сверхъестественно любили, да? Нет. Все хотят этого. Чудеса не надо любить, лишь бы так. Так же ведь? Сверхъестественно. И это сверхъестественная любовь, она именно и помогает нам выжить. Помогает нам. У меня никогда не было желания оставить церковь, уйти из христианства. Никогда. Но у меня было всего один раз желание оставить пастырское служение. Это было через год после того, как я стал пастыром. Это был осень, конец осени 92-го года, когда родился наш первый ребенок, прожил всего месяц и умер. Мы молились за него, мы брали посты в этот месяц, когда он заболел. Я делал все, что мог, но он все равно умер. Я помню, насколько мы были разбиты с женой, насколько... Я помню, до сих пор, когда вот это все случилось, мы шли с ней, мы даже не понимали, где мы идем. И мы где-то заблудились, куда-то в лес ушли там, на юго-западе, хотя шли вроде по тропинке. И мы как будто, ну, ничего как будто не соображали. А тут еще, знаете, вот в тяжелые времена есть такие любвеобильные братья и сестры, которые так тебя поддержат. Когда там приезжали, некоторые приходили и говорили, если бы ты был настоящим пастором, у тебя бы не умирали дети. Или там некоторые говорили, ну, если Бог бы тебя слышал, то такого бы не случилось. И такая тяжесть была, что я думал, ну, значит, может, на самом деле, мне не быть пастором, не заниматься служением. И до сих пор помню этот момент, когда мы, а мы тогда жили у моих родителей, мы вечером возвращаемся домой, и родители говорят, а тут кто-то к вам приходил. И мы говорим, кто-то не знаю. Но они вам оставили что-то в вашей комнате. Мы заходим в комнату, а там как раз вот была вот большая такая корзинка с фруктами. Поэтому огромное спасибо, что вы мне такую корзинку подарили на 30 лет. Большая корзинка с фруктами. А вы помните, 92-й год, когда очень тяжело было с питанием, настолько появились западные продукты. Помните, я помню до сих пор, там батончик Марса у нас был, и мы его там буквально разрезали по миллиметрам, чтобы никакому члену семьи больше ни на чуть-чуть не досталось. И тут была корзина с фруктами. Это было так необычно. Я помню, мы сели с Дианой, мы сидим на эту корзину, смотрим и плачем. И вы знаете, для меня сегодня, вот если я могу представить себе, что такое любовь, для меня любовь только связана с одним, с корзиной с фруктами. С того момента. Потому что, когда от моей веры не осталось камня на камне, а у вас бывают такие моменты в жизни, и если не бывают, то будут. Когда словно от веры не остается камня на камне, когда ты молишься, все идет наоборот, ты уже не знаешь, как верить, в кого верить, ты в прострации находишься. И надежды уже нет. Но именно в этот момент появляется удивительная, божественная любовь. И именно эта любовь, это вот то последнее, которое поддерживает вас, несмотря ни на что. Потому что, послушайте, все на этой земле приходящее, все закончится, языки умолкнут, пророчества прекратятся. Даже вера, она останется здесь, на этой земле. Вера важна. Без нее угодить Богу невозможно. Но на земле она также останется. Но есть что-то, чего мы имеем, и что пребудет вовек. Потому что эта вещь, она не из этого мира, она не естественная, она сверхъестественная. И эта вещь называется любовь. Бог словно дал нам здесь вот эту любовь, чтобы мы, живя на земле, могли почувствовать запах того мира, куда мы с вами отправляемся. И Он нам дал что-то не от мира сего, неестественное. Он нам дал сверхъестественное. Вот эту божественную любовь. И именно вот эта божественная любовь помогла мне остаться в служении. Помогла мне не бросить пастырство. Потому что я вдруг понял, Бог меня любит. И Он плачет вместе со мной. И когда мне трудно, Он сокрушается вместе со мной. Когда мне плохо, Он здесь находится. Он не где-то далеко. Он великий, Он всемогущий. И хотя я не до конца все знаю, не до конца все понимаю, но я могу полностью доверять Ему. Потому что Он меня любит. Сверхъестественная любовь. Посему и узнают, что мы Его ученики, если у нас будет вот эта любовь, этот плод любви. Именно Он показывает о том, что же происходит в твоей жизни над крышкой ковчега. И если ты чувствуешь дефицит любви, если ты чувствуешь проблему с любви, беги к источнику. Бог есть любовь. Написал Ян в своем первом послании. Он источник любви. Пребывающий в Боге пребывает в любви. И эта любовь наполняет нас. И эта любовь неестественная. Удивительная. Только благодаря вот этой фантастической любви я могу жить своей семейной жизнью и не разводиться не потому, что мне нельзя, я пастор, а потому, что любовь. Именно поэтому я остаюсь проповедником в церкви, пастором церкви, потому что я люблю. И это неестественная любовь. Потому что за эти годы пасторства чего только я не насмотрелся в жизни Божьих овец. Но продолжать любить вот это что-то сверхъестественное. И оно идет с небес. Дай Бог, чтобы у нас как можно больше было этого плода и чтобы плод наш пребывал. И все доскажут Аминь. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам что-то, что не от мира сего. Ты открыл нам удивительную любовь Твою, Божественное Агапе. И эта любовь наполняет нас, Господь, потому что мы влюбились в Тебя, Иисус. Потому что Ты первым возлюбил нас. И Ты положил жизнь свою за нас, чтобы Твоя любовь наполнила нас. И мы благодарим Тебя, Господь, что Твоя любовь излилась в сердца наши Духом Святым, дарованным нам. Мы в этой земной жизни получили что-то неземное. В этом естественном бытие мы получили нечто сверхъестественное. Твою любовь, Господь. И я молю, мой Бог, чтобы мы хранили Твою любовь, чтобы мы пребывали в Твоей любви, чтобы мы делились Твоей любовью, мы жили в любви, действовали в любви, говорили в любви, поступали по любви, и чтобы все люди в этом городе видели особенность нам только потому, что в нас есть Твоя любовь, Твоя удивительная, сверхъестественная, божественная, все побеждающее, порой нелогичное, порой смешная для кого-то, порой расходяющаяся с голосом разума. Фантастическая любовь, любовь, которую мы видим в разных людях веры, таких, как Януш Корчик, и, конечно, которая явилась во всей полноте и славе в Господе Иисусе Христе. Эта любовь покорила нас, пленила нас, и когда мы уйдем, любовь будет с нами, мы все оставим, все нажитое, все земное, мы оставим, а любовь Твоя пребудет вовек. Спасибо Тебе, Бог, за это сверхъестественное переживание в естественной жизни. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Я молю, мой Бог, за каждую семью, которая проходит через трудный период, каждая семейная пара. Я молю, чтобы они взывали к Тебе, чтобы они молились. Я молил, чтобы Ты наполнил их свежим, свежим голодком Твоей любви, Господь. Когда у нас не хватает этого, мы можем просить, и нам дастся. Я молю, мой Бог, чтобы мы пребывали, и прежде всего стремились уподобиться Тебе. Когда мы пребываем в общении с Тобой, в настоящем общении, в настоящем единении, мы уподобляемся Тебе, и мы становимся любящими людьми, любящими людьми. И только это, эта сверхъестественная любовь свидетельствует о нашей сверхъестественной связи с Тобой, о том, что мы в Тебе, а Ты в нас. Благослови, Господь. Ты не допускаешь испытаний сверхсил. Пускай любовь победит в каждой супружеской паре. Любовь победит. Есть ли между верующими друзьями какая-то размолвка, разногласие? Пускай любовь победит. Придет прощение, придет милость. Пускай мы похороним здесь наши обиды, нашу горечь. Мир несправедлив, но, живя в любви, мы можем радоваться даже в несправедливом мире. Жива в любви, мы можем торжествовать и быть стабильными даже в этом нестабильном мире. Живя в любви, мы можем царствовать, даже в этом мире, где так много неправды, но Твоя любовь делает нас особенными, и мы побеждаем этот мир, ибо вера, победившая мир, действует любовью. Благослови, Господь, каждого моего брата, благослови каждую сестру. Давайте еще возьмем ближнего за руки, давайте помолимся. Господь, соединяй нас, объединяй нас, благословляй нас, Господь, Твоей любовью. Пускай этот сверхъестественный плод здесь, в церкви, будет, чтобы каждый приходящий сюда впервые чувствует запах, этот сладкий запах этого плода любви. Благослови, Господь, благослови, Господь, благослови, Иисус. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Благослови, Иисус! Благослови, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ай, Иисус! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Тебе, Господь, за любовь, которая привела на эту землю Христа, ибо Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Ибо любовь, она и есть совокупность всех совершенств. В любви есть настоящее дыхание вечности. Когда мы сталкиваемся с любовью, то мы ощущаем вечность, потому что все пройдет, но любовь пребывает вовек. Спасибо Тебя, Иисус! Я молю, мой Бог, чтобы этого плода было больше и больше в нашей церкви, в жизни каждого из нас, в каждом служении. И для этого Ты нас призвал и поставил. Аллилуйя! Слава Тебе во веки веков! И каждый верующий нас скажет Аминь!